В лагере беженцев под Волоколамском 14-летняя Анжела Устинова оказалась со своими тремя братьями и сестрами. Сюда они приехали из Горловки несколько дней назад. Она, как самая старшая, подбирает одежду и игрушки для своих родных. Расскажи, как ваши дни здесь проходят? Пискотеки, смотрим мультики и фильмы. На фильме пока что мы еще не смотрели, только мультики. Здесь вообще классно. Там столовая есть. Пять раз кушаем. Скучаешь по дому? Сказать честно, то да. Мы бросили бабушку и моего дядю. Там война, сейчас говорят, что там ничего не осталось. И я скучаюсь за родными. Сейчас на территории лагеря проживают 266 человек. В основном это женщины и дети. Каждые несколько часов сюда подъезжают машины с гуманитарной помощью со всех уголков региона. Привозят самое необходимое. 22 числа выехали, 23-го приехали. Все хорошо. Все замечательно. Люди умнички, помогают все. Кормят, поят, одевают. Предприниматели тоже не остались в стороне. Известный сыровар Олег Сирота с первого дня ежедневно бесплатно подвозит свою продукцию и кормит людей. Пообщаясь с беженцами, мы выяснили, что многие хотят работать. Очень хотят трудоустраиваться. Они хотят сидеть на их ждевение. И готовы прям выйти. Есть специалисты и в сельском хозяйстве, и технологи, и повара, и официанты. В основном, конечно, женщины. И очень хотят тут трудиться. С 24 февраля химкинские волонтеры работали в две смены по 8 человек, осуществляя прием гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Рассказывают, что такого отклика от наших жителей они не ожидали. За столь короткий срок для принесенных вещей и продуктов выделенного помещения стало не хватать. Химкинские предприниматели на сегодняшний день собрали более тысячи комплектов постельного белья, 150 обогревателей. Наш ресурсный центр принял более двух тонн гуманитарной помощи. Никто не остается равнодушными к этой тематике. И очень важно, что химчане поддерживают жителей республики ЛНР и ДНР. Помимо средств гигиены, предметов первой необходимости, химчане приносили игрушки, продукты, обувь и многое другое. Люди звонят. Даже мы сейчас находимся здесь при разгрузке гуманитарной помощи. Каждые пять минут поступают звонки, что еще необходимо беженцам. Главное, они хотят принести то, что именно людям нужно. Огромное спасибо всем химчанам, которые откликнулись на этот призыв. Для разгрузки машины из химок усилий волонтеров оказалось недостаточно. Поэтому помогали все. Не смог остаться в стороне и вступил в ряды волонтеров. И сейчас мы вместе понесем все в столовую. Прием гуманитарной помощи осуществляется в региональном ресурсном центре. Перед этим необходимо будет позвонить, чтобы волонтеры подсказали, чем помочь нуждающимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова